Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря, пожалуй, можно выделить только отчеты по нефти, по изменению запасов нефти от американского института нефти. В 21.30 по GMT прямо под закрытие торговой сессии. Да, понимаю, не самая важная статистика, учитывая, что если говорить о запасах, то лучше уже дождаться релиза от администрации аналитической информации. Но наша задача все-таки обращать внимание на все отчеты, которые влияют на инструменты, находящиеся в нашем портфеле. Все основные статистические данные это уже позже, на неделе. Очень много статистики будет в четверг американского происхождения, годовые данные по ВВП, заказы на товары длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице. Именно вот этот блок данных и может стать причиной повышенной влатильности доллара, указать, возможно, для данного инструмента какие-то новые ориентиры. Потому что индекс доллара очень вяло ведет себя в последние дни, и мы, по сути, уже устали наблюдать за котировками 103 пункта. Но в данном случае, друзья, есть то, что есть. Мы понимаем, что на рынках периодически должны появляться какие-то возмутители спокойствия, триггеры, которые раскачивают эту динамику. Давайте по порядку. С индекса доллара как раз только что отметил, что значения особо не меняются за последние торговые сессии. Действительно, 103 пункта это, собственно, те же самые рубежи, на которых мы закрыли прошлую неделю. Интересно отметить, что по данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте, которая буквально еще в прошлый понедельник оценивалась практически в 70%, продолжает снижаться, и сейчас составляет уже 42,4%. Вчера на брифинге и детальнее на вебинаре мы как раз обсуждали, что рынок сейчас крайне чувствительен к макроэкономическим данным, и каждый сильный отчет воспринимает как условие, которое может создать базу для дальнейшего усиления инфляционного давления в американской экономике. И в таких условиях Федрезерв не будет торопиться с отказом от той политики, которую проводит, и не будет торопиться корректировать ключевую процентную ставку. Также на прошлой неделе было куча заявлений о выступлении представителей американского регулятора, и общая идея заключается в том, что где-то там в кулуарах Федрезерва есть базовый сценарий, который предполагает снижение ключевой процентной ставки прям как неизбежно, но не сейчас, не в первом квартале, возможно, даже не во втором. Ну, об этих периодах мы будем говорить позже, когда, собственно, они начнут подступать. В данном случае пока что ориентируемся на мартовское заседание и вероятность снижения ставки в марте сейчас 42,4. С такой вероятностью можно даже не работать. ФРС не пойдет при таких шансах на смену текущего вектора денежно-кредитной политики, поэтому идея и прогноз снижения курса американского доллара у нас едет на неопределенное время. Еще раз отметим, что индекс доллара точно закроет и завершит эту неделю на отличных уровнях от текущих, потому что индексу доллара предстоит пережить очень непростой четверг, когда за одну торговую сессию выйдет очень много отчетов. И я возлагаю очень большие надежды на отчет по ВВП США за четвертый квартал, потому что точно можно будет оценить после выхода этого релиза именно будущие действия американского регулятора, потому что мы еще раз поймем, убедимся или получим, скажем так, дополнительный повод порассуждать на тему того, как американская экономика справляется с текущим уровнем ключевой процентной ставки. Золото 2027 долларов за тройскую унцию, настроения остаются смешанными, сантимент 40-60, периодически 50 на 50 становится, с такой вероятностью, как вы помните. Надеюсь, мы особо не работаем, делая акцент на психологию, на действия большинства и меньшинства. Ну, понятно, что золоту сейчас трудно найти какой-то вектор для дальнейшего движения, когда доллар стоит на месте и доходности американских облигаций, как приклеенные, держатся в районе отметки 4 и 1. То есть нужно сначала раскачать доходности трежерис, доллар и потом уже настроить прогнозы, потому что будет с рынком драгоценных металлов. Давайте искать хорошую точку входа. Американский фондовый рынок здесь без сомнений. Мы уйдем на новый максимум. В принципе, мы остаемся на вот этих уровнях, которые соответствуют рекордным значениям 4881 пункт. И да, здесь идеально отрабатывает себя сантимент. Почему-то все уверены, что американский фондовый рынок достиг своих максимумов, которых он мог достичь с учетом текущих макроэкономических условий. Я с этим не согласен. Сезон квартальных отчетов продолжается. Каждый более-менее значимый релиз, который превосходит ожидания, убеждает аналитиков в том, что на самом деле четвертый квартал был не так уж и плохо. И на этом, как на дополнительном топливе, американский индекс обновляют максимумы. Макроэкономические отчеты тоже тянутся с прошлой недели. Пока что у нас еще блок данных этой недели только лишь впереди. Работаем с статистикой по роничным продажам, по Мичиганскому индексу доверия потребителей, по первичным заявкам на пособия по безработице. И там очень хорошие значения, которые превзошли ожидания аналитиков-экспертов и, соответственно, оказали достаточную поддержку для американского фондового рынка. Европейская валюта против доллара 1.09. Текущие котировки в четверг ждем заседания Европейского центрального банка. Пресс-конференция главы ЦБ Кристин Лагард. Надеюсь, что она примерно повторит то, что было сказано и на оформлении в Давосе, потому что в этом случае станет прям очевидно и понятно, что Европейский центральный банк пока не планирует менять национальную денежную политику, потому что в текущих условиях ее менять ни в коем случае не нужно, учитывая, что из каждого утюга сейчас звучат прогнозы относительно еще большего ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Британская валюта 1.27.30, прям фунт-кремень, по-другому не скажешь, очень провальный слабый отчет по роничным продажам, который вышел в пятницу. В месячном выражении они просили на 3,2%, в годовом на 2,4%. И это худшее значение за последние три года. Я думаю, что вы в каком-то формате уже сталкивались, наверное, с аналитикой этих отчетов и видели отсылки на то, что при такой рознице экономика Англии в четвертом квартале может потерять от 0,1% до 0,2%. И ситуация здесь ускупляется тем, что в третьем квартале британская экономика уже просила на 0,1%. И если будет еще один квартал подряд, то это не что иное, как самая настоящая полноценная рецессия. Но я оптимист, друзья, и вам советую тоже быть с таким настроем. Завтра выйдут данные по индексам производственного сектора и сферу слух. Будем искать там хорошие отчеты, которые смогут вытащить экономику. Поэтому в этом случае я все-таки не прогнозирую рецессию. Я думаю, что английская экономика избежит экономического спада. Не забывайте также про отчеты по инфляции. В прошлом месяце был зафиксирован рост до 4%. И мы также еще с прошлой недели делали вывод, что в таких условиях Банк Англии будет тянуть резину и ждать более подходящих условий для начала смягчения монетарной политики. По фунту остаюсь оптимистом и ориентируюсь на значение долгосрочное 1,30. Но на этой неделе нам нужно попробовать прорваться в район отметки 1,28. Доллар иена 148 иен за доллар. Сегодня стояло заседание Банка Японии. Ставка прежняя. Отсутствие изменений в механизме контроля кривой доходности. Все, как мы и ожидали. Потому что для Банка Японии ориентируя инфляция, инфляция не растет. Только если инфляция будет расти, Банк Японии откажется от стимулирующей политики. Когда мы поймем, что созданы и условия для этого роста инфляции? Повторяю, есть уже, скажем так, хронологическое, очень значимое событие. Это весенний съезд профсоюзов и работодателей, где будут обсуждать вопрос заработных плат. До этих пор, думаю, что пара доллар иена сохранит этот бычий настрой и в ближайшее время сможет протестировать сопротивление 150 иен за доллар. В общем, на мой взгляд, сейчас здесь движение крайне предсказуемое. И этим движением можно воспользоваться. Тем более, что фунт за последние дни, с середины прошлой недели, когда мы и добавили этот дуэт активов в наш портфель, уже неплохо подросло. Рынок нефти 79,80. Может быть, на настроение трейдеров повлиял фактор остановки работы топливного терминала в Усть-Луге. Это то, что принадлежит Новотеку. Соответственно, относительно большой хаб, который используется для транспортировки топлива, дизельного топлива, углеводородов в Азию и прочим партнерам. Возможно, рынок отреагировал слишком нервозно на этот инцидент, ожидая, что предложение сократится прямо значительно. Но я думаю, что не тянет все-таки терминал на статус крайне значимого хаба. Поэтому в ближайшие дни и вообще в рамках сегодняшней торговой сессии я ожидаю, что настроение снова под успокоятся трейдеры. И нефть так и не сможет преодолеть сопротивление 80 долларов и перейдет к коррекции. Собственно, останется в том коридоре, в котором остается уже несколько недель подряд. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.